МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Второй год подряд проходит все... День освобождения в Тирасполе, вот эта годовщина, празднование ее, проходит без ветеранов. Это меры предосторожности, безопасности, понятно. Нет даже эстафеты традиционной, которая проводилась каждый год по центру Тирасполя. Мы к этой эстафете очень привыкли. А всегда ли был после освобождения Тирасполя именно такой большой праздник, как мы привыкли в последнее время? Эстафету когда-то вообще отменяли? Начнем, наверное, с этого. Ну, я не могу вам сказать на предмет эстафеты. Я просто знаю, что первая эстафета прошла уже в 46-м году, на первую годовщину. И в основном старались это не отменять. Не отменять. То, что мы искали по интернету, мы не нашли, чтобы эстафету отменили, даже в 92-м. Поэтому будет любопытно. Да, не исключено, не исключено. Это принципиальная была вещь. Это как бы радость преднестровцев, терраспольчан по поводу победы. А что-то вы еще спросили? Да, большой праздник. Всегда это был? Вот начиная с 45-го года. Всегда торжественно с помпой отмечали это? Всегда торжественно и радостно, и вообще как-то очень уважительно к тем, кто этот праздник город, так сказать, доставил. Ну а даже, собственно, сам 12 апреля 44-го года был очень большой митинг. Начиналось, предполагалось, что не все эти роспольчане вышли, не все сразу поняли, что уже город свободен. И начали этот митинг, собственно, в зале кинотеатра имени Ткаченко. Но людей набралось так много, что пришлось выйти и продолжить его дальше уже на площади. Насколько я знаю, эти роспольчане не сразу приветливо приняли освободителей, а достаточно намостороженно принимали своих спасителей. Ну, знаете, есть такое народное радио, постепенно передавали, передавали, передавали. И все поняли со временем, что город свободен и что это наши войска. Почему? Потому что, в принципе, город освободился очень быстро, не было за него длительных боев, наверное, поэтому люди такой резкой перемене, и не сразу, что называется, привыкли. А если не было долгих боев за освобождение, откуда тогда столько погибших взялось? Ну, около 900 имен. Все те, кто намеряли славы, это практически стопроцентно люди, которые воевали под Кицканами. Сюда они перенаправлялись, потому что здесь была советская территория, здесь были госпитали, поэтому это все практически участники Яска-Кишинецка. То есть пришли освободители, вы сказали, провели митинг. Вот мы тоже спрашивали, может, были какие-то планы вынашивались провести мини-парад в городе, чтобы показать, что вот... Нет, 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 этого не было. Почему? Потому что при этом еще ночью, и потом вот в этот день продолжали перебираться на правый берег с тем, чтобы там восноваться на Лацдарме. Вот, насчет парада в городе не было категорически, нигде ни в одной газете никогда я этого не встречала. А вот праздничный такой вот митинг был, митинг был, и писал об этом Михаил Николаевич Шарохин, командарм 37-й армии, что он съездил в Паркан и посмотрел, как там выглядит, так сказать, Днестр, поскольку это был предмет следующего интереса, что называется, и был на митинге. Значит, выступал там рабочий Годорица. Газета городская начала выходить только в апреле 47-го, была возобновлена, поэтому информация об этом была в газете «Советский патриот», это газета третьего украинского фронта. Вот эта самая газета, то, что мы видели с боевым листком, да, «Дорогие терраспольцы», там было, по-моему, обращение. Да, да, да. Сразу появляется вопрос, каких... Почему терраспольцы? Да, почему терраспольцы, когда мы стали терраспольчанами? Наверное, потому что это такая логика, если мелитополь, то мелитопольцы, если ведеополь, то ведеопольцы. А в дореволюционных газетах, да, действительно, везде терраспольцы. А уже как-то так после войны эта беда изменилась. Что после освобождения в первую очередь восстанавливали? Какие объекты, может быть, заводы, жилые дома, коммуникации? И когда это началось? Ну, надо сказать, что с самого начала было понятно, что в любом случае надо освободить город от каких-то взрывчатых веществ, которые были заложены, мины и так далее, саперных различной рода. Потом, так сказать, окопы, которые были заготовлены, их нужно было убрать. Ну, а если говорить о том, что и как начиналось, то, конечно, в первую очередь ремонтировали то, что давало возможность людям выжить. Чтобы это была вода, чтобы это был свет, чтобы это было тепло и так далее. И если учесть, что за город особенных боев не было, потому что было понятно, что надо уходить, что там за Днестром оборонительные укрепления заранее подготовленные, в основном два таких серьезных боя отмечают специалисты в районе вокзала и в районе кирпичного завода. Вот. И понятно, что в первую очередь школы, жилые дома и так далее. Но уже гораздо позднее различного рода учреждения, ну, вот тот же театр, который в 63-м году восстановили, потому что вначале нужно было сделать все то, чтобы людям нормально жилось. А это было очень непросто, особенно если учесть, что у Тирасполя вообще специфическая военная история, ну, как стандартный вариант, город обороняется, потом его захватывают, он находится в оккупации, потом он освобождается. А в Тирасполе с момента освобождения города город стал линией фронта, практически, считайте, апрель, май, июнь, июль, август, пять месяцев. Жители отселили на 25-30 километров, чтобы избежать лишних, так сказать, потерь, потому что вот есть воспоминания летчика Сырцова, героя Советского Союза, воевавшего здесь в это время, и он писал, что в хорошую погоду над Днестром, который реально был, как бы, линией обороны, до нескольких сот самолетов с двух сторон было. И людей отселили, оставили только ответственных за квартал, и у нас есть документы одного из них, соответственно, за один квартал. И потом, только уже после освобождения города, постепенно начала его жизнь возвращаться. Ну, например, если в конце августа люди только начали возвращаться, то учебный год в 44-м году начался 15-го сентября, к примеру. Ребята писали на газетах, на обратной стороне различного рода, там, румынские какие-то документы. У нас есть несколько таких документов. А каким оккупанты оставили город? Потому что мы знаем, в Террасполе не было ковровых бомбардировок, как в Дрездене, да, когда было полностью все снесено. Здесь не было таких ужасов прямо серьезных, но наверняка было разрушено очень многое. Вот когда освободители вошли в город, каким пред ним предстал Терраспол? Дело в том, что когда освободители вошли в город, такой информации нет. Есть информация уже после того, как жители вернулись уже в конце августа, потому что, представьте, после этого еще сколько обстрелов, сколько бомбежек и так далее. Мы были линией фронта. А вот уже после окончательного свидания Терраспола, после Яско-Кишиневской, было подсчитано, что город был разрушен на 40% и ущерб был нанесен на 460 миллионов рублей. Вот такой вариант. Количество людей тогда на тот момент тоже сложно было почитать, хотя 9 мая 44-го года в Террасполе провели перепись. Но соображения были разные, в том числе выявить каких-то оставленных диверсантов. Ну, понятно, военные соображения. Эти же соображения диктовались тем, что не так много у нас фотографий, которые показывают, насколько город разрушен. Потому что в те времена просто так человеку при фронтовой полосе с фотоаппаратом ходить, вы понимаете, как могли растолковать его действия. Поэтому этого тоже не так много. Но вот по этой переписи 9 мая 44-го года в Террасполе было 11 тысяч жителей. Надо сказать, что в городе на начало войны было 50 тысяч, 30 тысяч ушли в эвакуацию. На момент осуждения города в нем предполагалось, что должно было быть 1020. Но оказалось вот 9. Почему? Потому что очень многие перебрались в село, чтобы просто выжить. Потому что как иначе можно было, каким образом выживать, если, скажем, к примеру, есть воспоминания, когда за коробку спичек нужно было отдать килограмм сливочного масла. Понимаете? Помимо прямых поборов, помимо различного рода налогов и так далее, еще и была вот эта вот неадекватная система. Плюс запрещали пользоваться различными рублями. Там только риск кредит инкассеншайн. Это оккупационные марки. Ну, в общем, система достаточно сложная и, в общем, направленная на то, чтобы просто истребить жителей. Потому что по планам Гитлера эта территория должна была быть освобождена со временем. И она должна была стать местом проживания, так сказать, всех человек. Должны были переселенцы, да? С их точки зрения, не до человеки. Ага. Вопрос, который исходит из вашего предыдущего ответа. Вы сказали, 50 тысяч до войны было. А когда город вернулся к этим показателям? Ну, это где-то произошло, так уже, думаю, во второй половине 50-х. Долго, долго восстанавливался? Долго, долго восстанавливался. Пока люди вернулись, пока им разрешили вернуться, пока начали работать предприятия. Хотя есть разные примеры. Когда нужно было ремонтировать технику, рабочие из завода Кирова, те, кто был на тот момент в городе, помогали в том, что можно было попроще сделать. Вот буквально уже во второй половине апреля прилезть воспоминания, что не помогали в ремонтных этих работах. Ну, там специфика такая, которая необходима была. А вообще, конечно, освобождение города проходило в совершенно неимоверных обстоятельствах, потому что такого варианта, что когда дождь, когда снег, когда все это, так сказать, очень неудобно ходить, когда солдаты держались за голенище, чтобы идти. Об этом писал Александр Михайлович Василевский, который курировал Одесскую наступательную операцию. И, кстати, вот как раз во время этой операции он был награжден Орденом Победы под номером 2. Он писал, что за время всей своей военной карьеры у него два Ордена Победы. Я такой, скажем, невозможности пройти, да, я не видел. Поэтому, когда говорят, что танки приехали, я всегда улыбаюсь, потому что конно-механизированная группа Плеева только лошади в какой-то мере смогли передвигаться. А все остальное, в общем, очень сложно было. Наверное, поэтому они и удивились, что не ожидали, что в условиях такой вот распутицы будет военная операция. Ни румыны, ни немцы этого не ожидали. Ну вот известная фотография есть, да, где драмтеатр и корпуса университета, поросшие травой, наверное, в человеческий рост. Насколько я помню, театр, кстати, как раз последнее здание, которое в Тирасполе восстановили после войны. Да, в 63-м году, да, да. Так долго. Ну, да, но знаете, все-таки не сразу на все это находилось и средства, и время, потому что, представьте, самая развитая часть страны практически лежала в развалинах. Это нужно было все восстанавливать. Но вот недавно я для себя уточнила, что главным архитектором, который был автором генплана Тирасполя восстановления, да, Тирасполчанин по рождению, Израил Любович Мурум. Именно он ремонтировал и театр в том числе. То есть вот Тирасполчане к этому руку приложили. Хотя он в этот момент руководил уже такой конструкторской конторой в Кишиняе. Что за история про котов, которых якобы оставили Тирасполчане, когда они уезжали в село, а в отступлении оставляли своих котов? Это не совсем эвакуацию. Ну, понимаете, кот не оставляет места жительства своего, да? И когда вернулись Тирасполчане, они были удивлены, что вот чуть не чайский рост травами поросли там различные переулки, приусадебные участки и так далее. И только коты не оставили своих мест, которые, так сказать, они презревали. Об этом, да, об этом ходили Тирасполчане. Легенда была такая. Ну, да, для котов, наверное, раздолье на юге. Это не блокадный Ленинград зимой, да, можно было выжить. По поводу эстафеты. Мы вначале затронули эту тему. Самая первая эстафета была в 46-м году. Как вообще появилась идея именно проводить ее регулярно? Почему именно эстафеты выбрали? Почему именно бег, не какие-то другие виды спорта? Ну, я так думаю, что в условиях такой разрухи, которая была, когда вы понимаете, что не спортзалы, ничего этого не восстановлено было. Но как-то отразить свою радость по поводу победы, почему нет. Это была тогда всесоюзная такая манера. Антон, спасибо большое. Очень интересные подробности мы вам рассказали сегодня. Ну, а еще что хотелось бы сказать, что Тирасполь единственный из городов Приднестровья за вклад в войну, подмеченный орденом Отечества войны первой степени. С учетом и подпольщиков, и с учетом пяти героев Советского Союза. Поэтому мы, что называется, город воинской славы. Я бы так сказала, коллеги. Спасибо. Еще раз у нас на связи была директор Тираспольского объединенного музея Алла Милинчук. До свидания. Всего доброго и всем здоровья. Спасибо. Вам тоже, Алла Антоновна. У нас в студии по видеосвязи второй гость, Александр Вахристенко, директор научно-методического центра по астрономии и астрофизике ПГУ. Добрый вечер. Доброго вечера. Всем здоровья. Александр Михайлович, ну сейчас какой-то пик, да, можно сказать, космос основы. Илон Маск, который запускает частные ракеты, марсоходы и тому подобное. Космический туризм, японец, который собирает людей полететь вокруг Луны. Можно это сравнить с тем, насколько космос был популярен во времена, когда Гагарин в космос полетел? Да, безусловно. Есть некоторый виток такой. И это естественно для развития человеческой цивилизации о том, что мы на пороге новых свершений, новых открытий. Илон Маск, хоть он, так сказать, такой очень прогрессивный западный популяризатор науки и космоса, молодец. Почему? Потому что он подстегивает все космические державы. Россия, Китая, там, неважно, Япония, да и Северная Корея скоро своих тайкунафтов тоже запустит в космос. Я даже в этом не сомневаюсь. Я думаю, года два-три запустят. Надо рвуться, но запустят. У вас есть объяснение, в чем феномен Илона Маска? Почему самый богатый человек на планете в данный момент, это человек, который занимается космосом, исследованиями космоса? Феномен очень простой. Увлеченный, одаренный, человек, одержимый космосом. Ну, конечно, там параллельно идут деньги, финансы, но без этого невозможно двигать такие мощные проекты. Это все должны понимать. Сегодня на космическое развитие суммарно, официально только, не говоря о военных программах, в мире тратится более 500 миллиардов долларов. Это приличные деньги очень, мощные, несмотря на все экономические кризисы, пандемию и так далее, и так далее. И эта тенденция говорит о том, что это будет продолжаться. 35 государств в мире являются космическими державами, то есть умеют делать, строить, запускать ракеты. Но ведь только буквально считанные державы способны запускать и исследовать космос. Ну, понятно, Россия, США, Европа, Япония, Китай. Это вообще будет прорыв в ближайшие 5-7 лет, то есть в этом десятилетии. Это орбитальные станции вокруг Луны, это колонизация Луны и добыча полезных ископаемых, коих-то огромное количество. Ну и где-то туда, к 40-му году, давайте будем быть реалистами, это реальная колонизация Марса. Это абсолютно технически возможно, но это стоит очень больших денег. С другой стороны, как говорил Константин Зарцелковский, наш, наш, мировой основоположник космонавтики, наш соотечественник, он говорил, что без космоса человечеству просто будет труба. Насколько мы сейчас, наши современники, знают о космосе больше, чем знал о нем Гагарин? Может, он чего-то не знал такого, что для нас сейчас... За 60 лет знания о космосе, они насколько увеличились? Понятно, что они увеличились. Насколько? Конечно. С началом космической эры было произведено 5 тысяч, более 500 запусков космических аппаратов, разного класса, надо понимать. Они вывели на орбиту более 16 тысяч космических аппаратов. На сегодняшний день на орбите работоспособными из последних это где-то примерно 1300 аппаратов. Все остальное — дорогостоящий металлолом, который разваливается, взрывается под действием космических факторов, загрязняет околоземное космическое пространство. Конечно, тогда никто даже об этом подумать не мог, что будут такие последствия. Но не так все плохо. Это все решаемо, особенно по мере создания новых ядерных двигателей, прежде всего в Российской Федерации, примерно к 1922-1923 году, которые будут успешно использоваться для того, чтобы убирать, зачищать и контролировать околоземное космическое пространство. Это очень важный прорыв в этой сфере, и это очень важно. Это, наверное, сравнимо как раз с началом космической эры. То есть прошло 60 лет, человечество вступило в космос. Мы стали мечтать о ближайших небесных телах, Луне, Марсе. К концу столетия человечество сможет отправить фотонные звездолеты, такие небольшие, конечно, они будут, ближайшим звездам. Они будут нести информацию о Земле, они будут нести наш генетический тип, и даже, возможно, попав на планеты у ближайших звезд, заражать их, в кавычках, жизнью. Это очень важно. Это звучит как фантастика. Да, вы сейчас говорите как футурова какой-то, который верит в... Нет, 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 нет. Я прошу не путать астрономию с астрологией, и вот с той массой информации и прочей фантастики, которую я очень люблю, выливается сегодня на интернет-площадках различных там. Надо все-таки... Мы говорим о чистой науке. Это сегодня то, что наука прогнозирует, занимается, и я уверен, что это будет. Я приведу пример. Космос, который можно пощупать, увидеть на экране мобильного телефона. Когда недавно в Сойском канале застрял танкер, сухогруз, буквально прошло полчаса, Роскосмос публикует снимок со спутника, и сразу видно, как этот сухогруз там расположен в этом канале. Полчаса. Можно было раньше себе такое представить? Нет, конечно, да. На самом деле, эта информация и эти спутниковые разведывательные системы работали уже с начала космической эры. Летают такие аппаратики, они парами летают на низких орбитах, на средних, на более высоких, на геосоционарах орбитах. Представляете, спутник там размером с автобус, ну так, образно говоря, и стоимостью в полтора миллиарда долларов, а это стоимость подводной лодки, современной, военной, и которая, конечно, может увидеть даже ваши и наши ясные очи и сфотографировать листок бумаги, лежащий, ну понятно, при ясном небе, ну микроволновом излучении, можно отличить автомобиль от бронетехники и так далее. Вот возможности современной космической разведывательной системы, не говоря о том, что направлена во внешний космос. Может, не даже говорить только о военной составляющей. Королёв Сергей Павлович, наш главный конструктор ракетно-космических систем, он же в первую очередь военную часть сделал для того, чтобы осваивать мирный космос. Вот такая у нас, вот такой у нас менталитет. Но я имею в виду у нас, у людей, живущих на постсоветском пространстве, а тем более в Приднестровье. Вы наверняка знаете про эту... ...своение космоса и поставка его достижений на службу, миролюбивую службу всему человечеству, не только себе. Александр Михайлович, наверняка слышали про историю с японским миллиардером, который набирает с собой экипаж обычных космических туристов, обычных людей со всей планеты бесплатно. Он миллиардер, он может себе это позволить. За бесплатно 12 человек летят к Луне и обратно. Поездка намечена на 2024 год. Мог зарегистрироваться любой. Признаетесь, вы регистрировались? Нет, я не регистрировался. Я вроде бы как бы вот так по внутреннему самочувствию с удовольствием бы слетал в космос. Сегодня ракеты не летают с такими перегрузками. 3-4G — это не 10, когда были критические полеты того же Юрия Алексеевича, нашего легендарного Гагарина. Это были действительно критические полеты. Но очень важные. Поэтому в этом-то и есть героизм и достижения человечества, когда он проложил дорогу в космическое пространство. Но тут даже нечего обсуждать. Пусть снимут шляпы, поклонятся и голову закопают, как страусы. В землю те, кто отрицает этот полет, а сегодня таких, к сожалению, тоже хватает. Вы сейчас сказали 3-4G. Что понять обывателю? 3-4G — это что за нагрузка для человека? Ну, что значит? 10G — это в 10 раз больше вашего веса. Значит, в направлении грудь-спина максимально изученной перегрузки человек может выдержать 15G кратковременно. Если это будет в течение 10-20 секунд, человек умирает. Любой физически здоровый, которых вы видели, да, космонавтов готовили, отбирали. Это критическая нагрузка, 15G. То есть 15 раз превышающая вес человека. Поэтому 3-4G — это нормальная перегрузка. Но с чем сравнить? Может, это прыжок с парашютом или с тарзанкой, например? Нет, там гораздо меньше всего. Гораздо меньше всего только при маневрах самолета, когда там делают различные бочки, различные сложные фигуры. Вышевый пилот, там, да, там, там, 5-6 бывает, наверное, и 8G. А вот 10G — это, так скажем, нормально для самого такого подготовленного человека. 15G — если это больше секунд, 20 секунд, все это смерть. В общем, вы ведете к тому, что нагрузки сейчас несерьезные, и вы бы в космос попали, если была бы такая возможность. Если бы все было и соответствовало, с удовольствием бы слетал бы на недельку, хотя жена против. Мы вот, когда готовились к Дню космонавтики, да, собрали информацию и насчитали, что в Тирасполе в 80-х годах была летная база, и на 150-тысячный небольшой провинциальный Тирасполь, да, вот эта книга, было 6 космонавтов. Это практически рекорд для такого маленького города, для всех советских городов, на такое количество населения. Ваше уважение космосом не тогда ли началось, когда по Тирасполе космонавты ходили? Там началось где-то, ну, та база была, но у меня там началось где-то с класса 3-го, 4-го, когда мне впервые попал в руки учебник астрономии, хотя я был маленький, читал плохо, но картинки. Сначала начинается с картинок, с впечатлений, да, с восприятия. Потом это трансформируется в мечту, фантазии. Обязательно это надо делать всем молодым людям, потому что если вы не мечтаете, вы никогда не реализуете то, о чём вы мечтаете. Сегодня мы в силу своих возможностей в университете, в нашем Приднестровском государственном университете, занимаемся астрономией, научными исследованиями, ближним космосом. Конечно, хотелось бы исследовать далёкие части Вселенной, но для этого надо огромные телескопы, огромные затраты. И поэтому, понимая всё это, мы сделали акцент на доступном, на возможном, ну и на полезном, с точки зрения сотрудничества Приднестровья, Российской Федерации, это прежде всего, потому что мы все братья славяне. Да и, знаешь, и Украина тоже самое, это неразделимо абсолютно. И астрономы во всех этих обсерваториях, Одесской, Николаевской, Харьковской, Крымской, не знаю, Кавказской, там, Дальневосточной, мы все очень хорошо дружим и общаемся. Просто интересно, почему выбран был именно Тирасполь для такого десанта сюда космонавтов, лётчиков-космонавтов, если до Байконура тут тысячи километров? Да, возвращаюсь. А потому что, во-первых, первый искусственный спутник Земли наблюдался в МССР. Да, это всё равно наша, как бы, история, правильно? Мы же часть МССР бывшей, ну, Приднестровья. У нас здесь впервые в Гагаринском училище были перехвачены переговоры Гагарина с Землёй. Тогда они не шифровались, это сейчас шифруется, и то не все тоже, кстати говоря. Разговоры, радиолюбители, дальние связи, они, у нас тут тоже существует Тирасполь, кстати говоря, в большом количестве, тоже наверняка перехватывали переговоры, в том числе самолётами всякими и так далее. Так вот, Тирасполь, у нас куча предприятий, которые производила, комплектующий для космоса, хотя люди не знали, что они собирают и делают, никто не знал, какая деталь, куда идёт будущий космический корабль. У нас огромное количество предприятий, у нас всё связано с космосом в Приднестровье. Естественно, космонавт Горбатко известный наш, гражданин Тирасполь. Вот эти несколько космонавтов, лётчиков, которые стали лётчиками-космонавтами, потом исследователями космоса, это всё космическая эпоха Тирасполь и Приднестровья. Это неразрывно. И наша молодёжь точно будет высаживать Приднестровские яблони на Марсе. Однозначно. Я в этом уверен. Ну, мы надеемся, что эта космическая эпоха Тирасполя на этом этапе не закончится, и что космос ближе, чем нам кажется. Но это было экспертное мнение. Мы говорили о годовщине Тирасполя и о юбилее полёта человека в космос. У нас на связи был Александр Вахристенко, директор научно-методического центра по астрономии и астрофизике ПГУ. Ну, а это было экспертное мнение. Сразу после нас смотрите новости. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин